добрый день добрый день мои любимые подписчики вам сразу информацию дам что значит завершить нет не завершить дам сразу вам информацию да добрый день расскажу куда я делась что произошло рано утром заблокировали мою страницу вчера по поводу того что внизу написано сейчас расскажу да я тоже вас очень рада да всем добрый день заблокировали мою страницу заблокировал его instagram так и прислали мне сообщение на почту что лясе трясе там какие-то нарушения не нарушения такое часто бывает когда много людей жалуются на какие-либо паблики на фотографии на текст ну что добрых людей очень много и теперь идут разбирательства по поводу того чтобы меня из блока вы как-то вытащить надо ждать в течение трех дней если в течение трех дней не разблокируют то считать и мой инстаграм похерен и я его потеряла поэтому буду развивать новый instagram немножечко новом формате да и шпак правильно вы говорите мася и саша огромное им спасибо они упомянули обо мне и я ему же низкий поклон за то что помогли вам найти меня вот так же и иночка и лена саджаровская сестричка разумеется и ручка и рита на щекина в общем ксении финанс очень много блогеров отозвались и чтобы помочь мне хоть как-то вернуть моих подписчиков да и найти меня помогли найти меня им прям большое спасибо да я уже сказала санжаровская лена тоже умница да есть специальные люди которые помогают и я надеюсь что они смогут потому что забанил именно сам инстаграм если бы это были взломщики это одно дело другое дело когда сам инстаграм блокирует там немножко сложнее ситуация обстоит да насечка умничка она прямо очень быстро отозвалась говорит маришка шансы сделаем игрой массивы будут пожизненно должна да и сегодня милу левчук по он заблокировали вот я еще не проверила сама это пока информация не проверено но кому тоже вот я надеюсь что это волна скоро пройдет потому что если так и буду дальше блокировать крупных блогеров то я не знаю кто тогда останется на 1 1 канал опять останется телевидение останется будет вас продолжать развлекать и фейковыми историями вот и всем и постановочными передачами поэтому я не знаю зачем они это делают да хорошо что сестра у меня есть ира потаповая девчонки светочка косиного подружки хорошо когда у тебя вообще много друзей есть люди которые готовы тебе помочь это очень круто вот разблокируют или нет я не знаю написали что они соответствую там чего-то какие-то нарушения были хотя никаких нарушений нет и всегда стараясь тактично писать и не материться там ну все это классику жанра всех условий выполнять ну могли заблокировать когда поступает много жалоб я еду вставлю машину на сервис потому что я уже говорила у меня будет долгое путешествие выбор разумеется будете со мной в эфирах в сторисах везде в моем новом вовчинка лайф в инстаграме где буду снимать много роликов о своем путешествии это будет длинный путь через воронеж и ростов владикавказ грузия всю грузию объеду на машине также в турцию всю турцию обката у меня давно есть мечта всю турцию видеть на машине на авто за рулем поэтому я буду делать такое путешествие буду все вам показывать на рассказывайте снимать марафон для беременных будет информация так как у меня той страницы нет разумеется информации нет информация для тех кто не успел внизу написан телефон как попасть в клуб мой клуб открывается 10 июня это уже воскресенье вот ближайшее воскресенье открывается мой фитнес-клуб который будет стоить 500 рублей в месяц то есть за эти 500 рублей в месяц вы сможете получить три раза в неделю тренировки в прямом эфире кто не успел на прямой эфир всегда смогут потренироваться по записи она будет доступна 24 часа да да ну вот я подумаю я прокладывающую маршрут 24 часа будет доступе запись тренировок это фитнес это йога разумеется там же растяжка пранаяма дыхание вот каждый день будет питание каждый день будет домашнее задание и по воскресенье будет эфир по психологии поэтому фитнес-клуб будет очень классно и сейчас будет такой летний режим к осени я собираюсь его уже с тренерским составом делать больше программы ну в общем а цена будет даже 500 рублей то есть все это счастье за 500 рублей пишите вот на этот номер телефона что внизу прикреплен хочу в клуб все я вам расскажу как оплатить как добавится нас уже больше больше тысячи человек поэтому ну вот люблю я себя без волос я и с волосами себя люблю без волос но так мне оно как-то давно ли я знаю шпаков ну да может так прилично сколько года два точно вот как они в эрске появились собственно столько и знаю почему я лысая ребят ну понимаете в чем дело когда я сбрила свои волосы первый раз это я была беременна я родила первого ребенка ну ничего говнюки это всего лишь новички которые меня не знают со временем со временем также придется воспитывать людей это нормально привет оленька сейчас расскажу вот если вы не дадите рассказать про волосы я расскажу да они в турции скоро возвращаются когда я побрилась первый раз следующий клуб это помесячно оплата бит в следующем месяце я еще добавляю девочек в положении будут тренировки для беременных так как я являюсь еще и тренером для беременных женщин и ну профессиональным и в йога тренер но в общем могу дать вам крутые тренировки даже если в положении интересно не только же нам вечно бухать правильно еще тренироваться надо чтобы красиво пить чтобы такая вся на пляже с красивой фигурой и и с пивком представляете какой резонанс вы будете производить на людей а как так у нее такая фигура офигенная и она еще с пивом а как же пивной животик но в общем будете рвать все шаблоны стереотипы поэтому со мной можно и выпить и поговорить и потренироваться вот по поводу хамов не переживайте потихонечку воспитаются люди придут к этому наконец надо четко понимать что вы пользуетесь тем что у людей настолько низкий уровень самопознания они открывают себя свою личность когда человек говорит он говорит в первую очередь о себе лично то есть если он говорит ты там не дотрахана извините за мой французский это уже говорит о том что у человека проблемы с этим делом до сексом то есть он сам себя раскрывает мы всегда говорим о себе чего бы это ни касалось даже если вы будете очень сильно отрицать все равно если мы останемся тет-а-тет я вам покажу что вы о своем внутреннем мире разговариваете вот показываете вот таким как он есть поэтому но каждый делится тем что имеет все нормально бали привет надюшки вот насчет моей лысины как это точно счет моей лысой головы когда первый раз побрилась я первого ребенка родила мне сколько там 25 было я мужу говорю хочу побриться но замуж вышла ребенка родила можно и мечту свою в принципе воплотить в реальность побрилась мне так было классно он 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 был так счастлив что на меня меньше внимания стали обращать как он считал но потому что с волосами это такая прям секс-бомба грудь попа волосы длинные блондинка в общем все это классика жанра вот и я я как-то побрилась и мне так хорошо было мне так классно супер но я забеременела и знаете как-то не на вторым уже нелепо выглядела маленько лысая голова две сиськи девятого размера я реально как и змей горыныч выглядела вот не иначе и пузо еще вот змей горыныч мне еще хвост по и приклеить и все и стопудовый змей баба пришлось отращивать волосы отрастил их прям до попы родила третьего ребенка думаю но все понарожала можно теперь вжить так как тебе покажет так как тебе хорошо у меня мысль не покидала хочу избавиться от волосы писать и но зачем жить и думать о том что ты хотел бы сделать ведь жизнь она одна надо ее проживать именно так чтобы тебе было хорошо в удовольствие в кайф получать каждый день от жизни удовольствие несмотря ни на что взяла машинку при одним прекрасным днем и побрилась обнулилась прямо на сто процентов я была тогда в анапе скажем так выползла с того света у меня была пневмония после того как как я родила третьего ребенка ну вот ногами вперед уехала в на скорой ну в общем трэш уже поздно вызвала скорую но я неделю лежала с температурой 40 иммунки не было но там такой был период в жизни тяжелый у меня внутри я сейчас говорю про внутреннее состояние про душевное вот и все уехала полежала там на койке выкарабкалась и в общем поняла что надо что-то в жизни менять надо вообще много чего менять в жизни сижу в анапе такая думаю блин ну вот на волосок была от своей смерти и чё я вот это вот по каким-то принципам буду жить по каким-то не мною придуманным правилам взяла машинку и ехали к ебеням эти волосы и мне так офигенно стало реально мне стало легко дышать то есть кто-то говорит что волосы это круто там это ну не знаю там много легенд а для меня это какой-то просто набор негативщины от которой я избавляюсь через день мне очень хорошо реально и потом не стали писать женщины каждый день до сих пор продолжают писать онкобольные у кого лопеться у детей тоже есть которые пишут письма благодарности за то что я есть такая лысая женщина и абсолютно не комплексую и показываю что можно и с такой внешностью нормально себя чувствовать прекрасно в обществе и не комплексовать и стала я так и писала статью о том что ну раз так легко можно поднять людям самооценку всего лишь свой лысой головой вернуть там уверенность им то почему бы не бриться еще и в поддержку онкобольных то есть я не брилась для них я сейчас это и продолжаю делать во-первых для себя разумеется тут я не буду лукавить и вам по ушам ездить для себя во-первых а во-вторых и для девочек которые попали в такую ситуацию когда лишились своих волос и кокос говно это вы я же говорю еще раз вы вот эфир в начале слушали нет человек говорящий что-либо вообще у которого есть дар говорить пользоваться своим ртом он всегда говорит о себе вот поэтому вы же сейчас четко говорите о себе у вас еще и картинка такого же цвета как говно понимаете вот прям дерьмо да вот там кто-то написал ты там б дерьмо вот поэтому обратите внимание на себя проанализируйте про на глубже смотрите не надо так поверхностно вы как дети разговаривать ей богу хотя уже дети наверное сейчас умнее стали чем подобные выкрики из зала скажем так поэтому все нормально улыбаемся и машем не переживайте ребят ну почти приехала сейчас свою говеную точилу поставлю на обслуживание говенененько пойду дальше своими делами заниматься человек какашка просто перед вами человек какашка сидит но ковно говно дерьмо это в принципе одно и то же правильно так понимаю поэтому перед вами человек какашка до тренировки буду вести я братан ты чё лысый слегонцухи чуть-чуть кончики подровняла но знаете девчонок из таки проблемы кончики секутся и вот постоянно не идут к парикмахерскую чтобы им какой-нибудь модный парикмахер с шарфиком и в очках блатных и сделал там кончики подровнял вот я так же сходила что-то там мест ваш мест нет финики что-то все на обслуживании да всем добрый день поэтому хейтеры и веселите меня потому что смех продлевает жизнь буду бухать смеяться и жить вечно а то всегда бухать это вредно это плохо были но если быть и смеяться то это нормально все брошу-тачу здесь Да, кстати, насчет какашки Японские мультики, блин, я видела Я просто угорала Какашка пошла спать Какашка только В общем, вам хорошего настроения Я еще выйду, наверное, в эфире с бокальчиком вина И с вами ночью можем поболтать На какие-нибудь интересные пикантные темы Сейчас Не хотела бы я пососать Хотела бы, только у меня Валерочка на работе И я тоже не дома, поэтому я Ну, перенесу все это дело на вечер С вашего позволения Все, люблю, целую Да, финик Они мне уже за рекламу, которую я им постоянно даю Уже 2-3 машины подарить просто обязаны Пойду попрошу Поклянчу, как блогер, как нищий брод Скажу, дайте мне, пожалуйста, новый финик Хочу на новый куик съездить А то моя совсем старенькая, но любимая В общем, пока по фитнес-клубу Все вопросы на телефон Пишите просто «хочу в клуб» Я вам отвечаю, как заплатить Стоит 500 рублей в месяц Буду вам давать в прямом эфире тренировки Три раза в неделю В среда-пятница Йогу, фитнес, кардио По воскресеньям будут эфиры по психологии Также идет питание каждый день Темы будут вечером горячие Питание и домашнее задание Маникюрчик у меня классика Красный маникюр Да, все, я вас люблю Пока До встречи и вечером увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok